При сжатии с потерями возникает резонный вопрос, а что же мы теряем? Может быть оно нужно, а мы это теряем? Ответ тут неоднозначный. С одной стороны очевидно, что изображения имеют избыточность. Любое сжатие только потому и возможно, что сжимаемая информация избыточна. Для рассмотренных выше алгоритмов избыточность это однородные области. А что же считается избыточностью, например, в JPEG? Попробуем понять, как работает этот алгоритм. На самом деле, если вы даже не планируете заниматься дальше компьютерной графикой и даже не возьмете в руки фотокамеру, то само понимание принципа работы JPEG расширит ваше представление о том, как вообще можно работать с информацией. То, что мы рассмотрели ранее, это же очевидный способ сжатия. А теперь необычный взгляд на природу вещей. Вы когда-нибудь думали, что крашеная стена преимущественно низкой частоты, а елка возле нее высокой? Мы недавно спектр вспоминали, ну где там про елки? Впрочем, обо всем по порядку. На иллюстрации вы видите этапы кодирования и декодирования JPEG. Разберем их по шагам. Я сразу предупрежу, что математикам и программистам лучше изучить дополнительные материалы этой лекции. Там подробнее и строже, а здесь я буду объяснять на пальцах. Итак, первый шаг — это переход изображения из RGB в цветовое пространство YCBCR. Там, как мы помним, яркость записывается отдельно от цветности. Вот здесь нам это пригодится сразу по двум причинам. Во-первых, мы помним, что яркость для нашего глаза более значима, чем цветность. А значит, отделив яркость от цветности, мы можем с цветовыми каналами обойтись более жестко, чем с яркостными. И во-вторых, если посмотреть на цветовые каналы при таком представлении, легко заметить, что в большинстве случаев они существенно менее контрастны. То есть там вероятность встретить одинаковые значения пикселей выше. Этим мы тоже воспользуемся. Второй шаг — разбиваем исходное изображение на матрице 8 на 8 пикселей. Причем тут происходит первая и совершенно безвозвратная потеря, которую называют субдискретизацией. Если для канала яркости считываются все пиксели, то в цветовых каналах пиксели выбираются через одну строку и через один ряд. То есть матрица 8 на 8 пикселей получается из исходной матрицы 16 на 16 пикселей. Вот мы и потеряли три четверти полезной информации о цветовых составляющих. Ну, для всего файла получили сжатие в два раза. Такие потери не столь существенны для фотографий высокого разрешения, но при работе с видео, особенно стандартного разрешения, это весьма заметно. Но про видео мы еще поговорим в конце курса, а пока следующий шаг. Начинается магия. Шаг третий. В учебниках на этом месте рисуют формулы или быстро проскакивают этот этап со словами «применяем дискретное косинусное преобразование каждой матрицы». Ну, или то и другое. Ну, мы же каждый день его применяем, что тут рассказывать. Обычное дело. Если не погружаться в дебри математики, то вот что здесь происходит. У нас есть матрица 8 на 8 значений. От 0 до 255. Возьмем для простоты канал яркости. Черный — это 0, 255 — это белый. Для удобства 0 смещают в середину. Получается от минус 127 до плюс 127. Любой пиксель может принять любое значение из этого диапазона. А сжать что-то можно, если найдена избыточность. А тут какой-то хаос. Устанавливать закономерности — это мы уже проходили, но для большого количества разных возможных значений это неэффективно. При дискретном косинусном преобразовании мы получаем матрицу, в которой коэффициенты в левом верхнем углу соответствуют низкочастотной составляющей изображения, а в правом нижнем — высокочастотной. Вот понятие частоты следует из рассмотрения изображения как двумерного сигнала. Ну, аналогично рассмотрению звука как сигнала. Плавные изменения значений соответствуют низкой частоте, а резкие скачки — высокой. Основная информация изображения содержится в низкочастотной области, а высокочастотная как раз вносит те самые шумы, которые так плохо поддаются сжатию. Подобно тому, как ранее отделили яркость от цветности, здесь мы отделили значимую часть изображения от мелочей, которыми вскоре пренебрежем. Четвертый шаг — это квантование. Здесь бы удобнее показать на примере звука. Вот волна, она непрерывная. Как ее представить в компьютере? Компьютер работает с дискретными величинами. Если в предыдущем шаге дискретные значения мы переводили в непрерывную функцию, то теперь мы получили от этой операции все, что хотели, и займемся обратной процедурой — переводом непрерывного сигнала в дискретный, аналогично тому, как оцифровывают звук. Возьмем звуковой сигнал и приложим сеточку. Шаг по горизонтали называется дискретизацией. Это для звука отчет времени. Для изображения — это координаты пикселей. А шаг по вертикали — квантованием. Для звука это уровень сигнала, для изображения тоже уровень, выраженный в нашем примере яркостью. Весь вопрос лишь в том, насколько мелкая сеточка по ширине и высоте. Опять же, по аналогии со звуком. Вот mp3 же все слушали. А какие у звукового файла есть свойства? Например, качество компакт-диска — это 44,1 кГц, 16 бит. То есть 1 секунда звука имеет 44100 записей об уровне сигнала в каждый соответствующий момент времени. И запись эта указывает одно из 65536 значений, которое может принимать сигнал. Для изображения вместо кГц будет разрешение, а квантование мы назовем глубиной цвета. Но раз мы преобразовали наше изображение в частотную форму, смысл значений коэффициентов матрицы уже не столь наглядный. Это просто количество памяти, выделяемое для хранения информации об этих самых значениях. Здесь квантование — это деление матрицы коэффициентов, которые мы получили на предыдущем шаге, на так называемую матрицу квантования. Вот здесь открывается богатое поле для творчества. Именно на этом этапе можно управлять степенью сжатия и настраивать, что же конкретно будет сжато. Стандарт JPEG приводит пример матриц для каналов цветности и яркости. Но матрицу можно сделать другой. Обычно она имеет меньшее значение в низкочастотной области, то есть тут потери будет меньше, и большее значение в высокочастотной области. Сохраняя изображение в формат JPEG, любой графический редактор предложит вам выбрать степень сжатия. На что влияет этот движок? А это просто множитель к той самой матрице квантования. Побольше сжатия — поменьше множитель, повыше качество — множитель поменьше. Пятый шаг — это считывание матрицы для представления значений в строчку. Причем считывание проводится зигзагом от левого верхнего угла до нижнего правого, чтобы получить значения, выстроенные по мере роста частоты коэффициентов. Обычно ненулевые значения в матрице на этом этапе сконцентрированы в левом верхнем углу, а дальше следует поль нулей, за редким исключением. При считывании таким зигзагом получаем строку, ее называют вектором, из 64 значений, из которых вначале некоторое количество ненулевых, а дальше нули. Шестой шаг — это свертка RLE. Ну то есть применяется алгоритм сжатия без потерь. Просто мы записываем пары, сначала сколько пропустить, и какое следующее значение. Получается более компактный вид, что в свете вышесказанного очень пригодится. И, наконец, полученный набор сжимаем методом Хаффмана. Это еще один алгоритм сжатия без потерь, суть которого заключается в том, что часто используемым заданным множеством значений присваиваются короткие коды, а редко используемым — длинные. Причем сами эти коды так устроены, что их можно записать подряд без разделителей, и декодирующая программа сможет однозначно отделить один от другого. Таким образом, часто упоминаемые значения занимают меньше места, а редкие — больше, но они же редкие. Так что все равно получается компактнее. Ключевой момент здесь, как и в ранее рассмотренных алгоритмах, алфавит, то есть все допустимое количество кодируемых значений, должен быть ограниченным. Причем чем он будет меньше, тем короче будут присвоенные коды. Соответственно, компактнее будет итоговая запись. Ну вот и все. Длинно получилось. Зато сколько было неожиданных поворотов, прям как в приключенческом романе, даже немного магии. Чтобы увидеть закодированное изображение, нужно пройти весь этот путь в обратную сторону. Разумеется, восстановления не будет однозначно. Как минимум потому, что на этапе квантования мы не только поделили значения, но мы же их еще и округлили до целых, потеряв все подробности. А в высокочастотной области при высоких значениях множителя квантования мы вообще обнулили некоторые значения. Делили на очень много. В чем выражаются артефакты сжатия? Вот то, что мы обнулили высокочастотную область, что это значит? Как это увидеть? Вспомним, что все операции производились над квадратами по 8 пикселей. То есть внутри каждого такого квадрата шел свой независимый процесс кодирования. А после декодирования мы просто ставим эти квадраты один рядом с другим. Но раз кодирование было независимым, то квадраты эти никак между собой не договаривались о значениях на границах. Допустим, были два соседних пикселя, одинаковой или очень близкой яркости. А при кодировании эти значения чуть-чуть подвинулись, и как назло, в разные стороны. Открываем картинку, а там четко видна граница. И чем больше степень сжатия, тем заметнее эти границы. Они возникают по контурам, там, где большая контрастность. Ведь контрастность — это как раз высокая частота. Высокая частота — это то, что страдает прежде всего. При повторном JPEG-сжатии деградация изображения накапливается. И выражается она в размытии контуров и появлении границ блоков сжатия. Тех самых матриц 8 на 8 пикселей. Эти границы называются эффектом гипса. В завершение подытожим. Алгоритм позволяет получать сжатие в десятки раз для полноцветных изображений, в том числе с большой глубиной цвета. Степень сжатия можно регулировать, правда цветовая информация вначале существенно урезается безотносительно значения в уровне сжатия. Файлы JPEG стандартны и программно-независимы. Чего не скажешь о формате JPEG 2000, он поддерживается далеко не всеми программами. Ну, не пошел он в народ, увы. Сам алгоритм используется во многих программах и растровой графике, и смешанных форматах, например, в PDF. Он является основой практически всех видеоформатов. JPEG не очень требователен к вычислительным ресурсам и симметричен. То есть операции кодирования и декодирования имеют одинаковую вычислительную сложность. Это все сравнительно, конечно. Например, я помню, как в 1994 году на 486-й машине картинка 124 на 768 пикселей открывалась больше секунды, а это было относительно мощный на тот момент персональный компьютер. Зато сейчас вы с большой вероятностью упретесь в скорость жесткого диска, который будет открывать большую исходную картинку, чем в скорость декодирования сжатой версии этой же фотографии. Как ни печально, но формат JPEG не поддерживает прозрачность. К алгоритму это не имеет никакого отношения, просто к слову пришлось. Итак, следом, с пониманием того, как работает JPEG и чем он нам не нравится, рассмотрим альтернативы.